Раздел Нох, второй раздел книги Бытия, посвящен человечеству. Если первый раздел Баришит посвящен человеку как сущности, как сыну Адама, то второй раздел посвящен человечеству. И Бней Нох – это, скорее, название для человечества, не просто для людей, а именно для человечества в его разнообразии, в его общности. Здесь важно отметить, что разделение на народы произошло отнюдь не после Вавилонской башни, как нам иногда это кажется, а после потопа. Уже после потопа в 10 главе книги Бытия сказано, что разошлись народы по их местам проживания и по их языкам. То есть у каждого народа уже был свой язык, была отдельная сущность. Язык – это коллективная модель окружающего мира, и народы, у которых разный язык, у них несколько разные модели окружающего мира. И это разделение произошло сразу после потопа. А во время Вавилонской башни был потерян общий язык. И поэтому народы разделились. В этом был как минус, так и некоторый плюс. Потому что для того, чтобы действительно достигнуть синтеза, необходимо, чтобы каждый элемент, каждое видение мира отдельными народами было развито, продвинуто, доведено до некоторого уровня совершенствования. И только потом можно провести интеграцию. И поэтому не случайно, что в том общем языке, который был вначале, в нем было, как говорит нам Тара, слова немногие. То есть это был язык, как бы, слишком примитивный для того, чтобы на его базе можно было строить цивилизацию. И поэтому, когда они пользовались этим единым языком, единственное, что они могли построить, это башню головою до неба, а вовсе не развить глубокое понимание окружающего мира. Поэтому то, что этот язык пропал, было минусом, но было и плюсом. И в этом смысле народы, это очень важно. Народы – это сущностная единица человечества. Они вовсе не должны исчезнуть. Отнюдь не являются еврейским устремлением или еврейским идеалом исчезновения народов. Наоборот, народы должны быть. А еврейский народ является некоторой квинтэсценцией мироздания, народом-священником и даже, как бы, представителем народов человечества. Поэтому Тара в конце книги «Второй законе» говорит, что, Моисей говорит, что еврейский народ, что Всевышний поставил число еврейского народа по числу народов мира, когда 70 душами, как говорит нам Тара евреи, спустились в Египте. То есть, евреи представляют собой некую квинтэсценцию. Они стоят напротив всех народов, имея что-то от каждого из них, и именно поэтому могут быть священниками человечества. То есть, могут быть тем избранным народом и царством священников, которое сможет привести божественный свет человечеству. И поэтому в видении мессианских времен, которые есть в книге Захарии, например, сказано, что народы должны оставаться народами. Они должны все прийти в храм. То есть, они должны все принять божественную истину. И поэтому это означает, что их религией является Тара, является иудаизм, если хотите, является божественный свет, как в том виде, в котором евреи его передают, миру. Но они отнюдь не становятся евреями. Они продолжают оставаться народами мира, разными народами, при том, что религия у них становится общей. И храм является общим для всего человечества. То есть, храм не может быть, и третий храм особенности, не может быть построен только для еврейского народа. Он может быть построен только как храм всего человечества. И это означает, что важнейшее в этом построении третьего храма, важнейшую роль играет возможность для народов мира принять еврейскую истину, принять еврейскую религию, иудаизм, если хотите, это такая формулировка, хотя это слово более позднее, принять религию Тары, оставаясь при этом не евреями, оставаясь при этом народами мира. То есть, и эта ситуация, при которой человечество и народы мира могут принимать иудаизм, оставаясь самими собой, не переходя в евреи, она начала формироваться только в наше время, когда возникает движение Бнейнох, при котором не евреи могут исповедовать и практиковать иудаизм, не переходя в евреи, не делая дьюра. Эта форма очень новая. Раньше, в прежние времена, ее не было. И ее возникновение, конечно, связано с тем, что еврейский народ сегодня возвращается в свою страну и оживает тот духовный центр человечества, который должен быть в Святой Земле. Пока евреев нет в Святой Земле, Святая Земля не работает, только при наличии еврейского народа она начинает вновь давать свет человечеству. Надо отметить, что предыдущие формы частичного еврейского экспоэта человечеству, христианства, ислам не придавали никакого значения национальным особенностям. С их точки зрения нет эллина и иудея, и ислам также абсолютно стирает национальные рамки, считая их несущественными, с религиозной точки зрения. А вот иудаизм считает национальные рамки очень важными. Важными не только с точки зрения устройства материальной жизни, но и с точки зрения духовности. Потому что духовность реализуется по-настоящему не только в жизни индивидуума, но и обязательно в жизни народа, во взаимоотношениях людей, в том государственном устройстве или в том общественном устройстве, которое они создают. И поэтому религиозный аспект отношения человека с Богом обязательно должны учитывать эти национальные рамки, национальную специфику. И национальное существование как важнейший аспект этого диалога. И поэтому религиозная концепция, пока она не включит в себя национальное существование, государственное существование и общественное существование вместе с национальными особенностями, не будет на самом деле полноценной. По идее, такой системой постепенно должна стать система Бнейнох, когда, как мы сказали, люди принимают иудаизм, оставаясь принадлежащими тем народам, из которых они происходят. И в рамках этой системы могут быть разные варианты для разных народов, для разных групп людей, которые должны дать ответ постепенно на соединение тех вещей, которые мы привыкли считать светскими, с вещами, которые мы привыкли считать религиозными. То есть соединение диалога с Богом, с национальным существованием и с характерными национальными особенностями каждого народа. Сегодня это движение находится только в самом начале, мы только начинаем разрабатывать для него общие принципы, но, собственно, еврейский народ только и вернулся недавно в свою сцену, так что в этом нет ничего удивительного. И будем надеяться, что постепенно эта форма получит свое развитие, и в ней образуются отличные вариации, важные для разных народов. И только когда это произойдет, можно будет говорить об осуществлении пророчеств Танаха, когда народы, именно народы, приходят к Богу, не только отдельные люди, но и народы как целые. И эти народы, как мы сказали, являются сущностной частью человечества. Разделившись на народы после потопа, человечество только через это стало сыновьями Ноя, и именно этот параметр должен быть религиозно осмыслен в дальнейшем.